Внимание! Данная программа является памфлетом и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. Слушай, я не понимаю всего этого ажиотажа. Каждый год вставать в 5 утра, ходить в церковь, не знаю. А что, а как ты по-другому хочешь яйца светить? Ну слушай, раньше же как-то через телевизор воду заряжали. Онлайн так сказать. Вот и с Пасхой, с яйцами так же можно. Да ну чушь. Сейчас и так все онлайн. А так один раз в год в церковь сходить тебе бы не помешало. Да и когда ты постоянно в церкви был. Наверное, когда тебя крестили еще, не? И что? Ну может я атеист, а? Тогда атеист не ест куличи. О, подожди, ну что так сразу так? Хорошо, не атеист я, но в церковь по-любому не пойду. Почему? Вставать в 5 утра, куда-то тащиться, в свой единственный выходной. Я лучше высплюсь нормально. Во-первых, это традиция. А традиции нарушать нельзя. Еще и такие приятные. Ну вот сам подумай, в какой день в году ты еще сможешь в 6 утра сидеть пить когорчик, и тебе никто ничего не будет, не скажет. А издался мне церковь? Нет, не пойду никуда. Ну, тогда итальянский понетон, который мне прислали. Есть тоже не будешь. Прямо итальянский, да? С шоколадом. Нет, нет, нет. Да, и из битвы яиц ты дисквалифицирован. А вот это вот невеликая потеря. Зачем вообще надо было обещать? Что ты пойдешь со мной, если ты не идешь? Ну, ты что, что обещал? Я же не сказал тебе, когда я пойду с тобой. Вообще, я обещал, что вам ждут 3 года. Ну, если это обещали нашей политике, то 33. Где же он, а? Где-то моя, дарит этот шанс и шубит, дуба шубит, да и танцуем с Майей, в этот час кружись как моя. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Евросоюз. Откуда у вас этот номер? Румыния дала. А, окей. И что вы хотите? Я хотел узнать, когда вы наконец-то примете Молдову в Евросоюз. О, окей, окей, окей. Но вы должны понять, это не так просто. Вы все сделали для того, чтобы вступить в ЕС? Да, да все мы уже сделали. Ну, давайте принимайте быстрее. Зачем ты, нулька, тазах обрежает? Подождите, white, please. Давайте пройдем по списку. Нет, ну даже если мы вдруг что-то пропустили, то раз-два по щелчку это все исправим. Давайте быстренько говорите, что там надо было делать. О, окей, окей. Для начала вам надо поднять зарплату. Мне? Да, вам. Ладно, сейчас. Марчелло, распорядитесь, чтобы мне срочно подняли зарплату. Вот прям в свою секунду. Все, зарплату поднял, да. Окей, good, good, good. Вы решили проблему полового неравенства? Сейчас посмотрим. Ну, полового неравенства нету, все ровно. Nice. Вы сделали ли дороги? Ну, если надо, то сделаю одну хорошую, да. Only one? Почему только одну? Надо больше, много. Мне от много, плохо не будет? От хороших дорог еще никому не было плохо. Ну, ладно. Ну, если честно, много все равно не получится. Все-таки, сами понимаете. Хорошие дороги, дорогой удовольствие. Don't worry, don't worry. The half money. Мы выделим вам огромный бюджет на дороге. Сейчас такой щепетильный вопрос. Надо избавиться от всего советского. Хорошо. Правда, у меня тут на самом деле очень много советского. Yes. Одному трудно будет избавиться. Окей, окей. Подключайте на это все каналы. Все силы, кто кого, только можно. Все. Ничего советского не осталось. А теперь попробуйте почистить каналы. Понял. Все. Почистил все каналы. Правда, денег на это ушло. Мама дорогая. Listen. Деньги не проблема. Маны из not problem. Из not problem. Вы должны побороть этих коррупционеров. Коррупционеров. Все. Коррупцию поборол. Wonderful. Ага. Нам очень важно, чтобы у вас было все отлично с банками. Все банки в порядке. Beautiful. Ничего не лопнуло. Great. Вы настоящие европейцы. Вы берете нас в Евросоюз? Конечно. Конечно. Мы вас возьмем в yes. Вам надо будет немного подождать. Так. В очереди на вступление. Вы сразу после Турции. Отлично. Замечательно. Мы подождем. Конечно. Да. Сразу после Турции. Good luck. Good luck. Спасибо большое. Люблю вас. Losers. Замечательно. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Так. Швейцария. Зенит. НАТО. Короче, если ты не хочешь со мной идти, я пойду сам. О, я тогда пойду с сестрой. С кем? Со своей сестрой. Она, кстати, с минуты на минуту должна прийти. Господи, Макс, ну что ты заливаешь? Я тебя больше 20 лет знаю. Нет у тебя сестры? Так она всегда у меня была. Просто редко приезжает. Видимся только на Пасху. Да, еще скажи, что сестра близнец, да? Нет, ну. Откуда близнец? Во-первых, природа только одного такого красавчика могла родить. Во-вторых, ну, двойняшки мы, да? Все, давай, пожалуйста. Не верю. В смысле не верю? Вот, смотри, давай поспорим. Если сюда придет моя сестра, то ты идешь со мной светить Пасху. Не, ну я, конечно, знаю что-то вечно, что-то придумаешь. Ну, чтоб такое. Да, давай. Короче, я тогда пошел за краской и Пасхами. А ты жди. Если моя сестра придет, позвонишь мне, хорошо? Да, да, хорошо. Позвоню обязательно. И если еще твой дядя вдруг с Америки прилетит, я тебе почтового голубя отправлю. Сестра. Так, итальянский панетон. Итальянский панетон. Где же ты его спрятал, а? Да. Здравствуйте. Что, забыл что-то? Прошу прощения. Добрый день. Присаживайтесь. Спасибо. Меня Иван зовут, а вас? Светлана. Очень приятно. Странно, что не Максимилиана. Но почему-то у меня Макс ничего у вас не рассказывал. У нас, если честно, не очень хорошие отношения. Ну, сами понимаете, брат, сестра, да. Видимся с ним только на Пасху. Такой бардак у него здесь, фу. И не говорите. Вот будучи его другом, я тоже могу сказать, что как человек он паршивенький. Я бы даже сказал, двухличностный. Ну, я насчет этого не знаю. Давно с ним не виделась. А где он, кстати? Вы знаете, он буквально пару минут назад вышел до магазина и обратно. Вот прям разминулись. Ну, я тогда пойду, припудру носик и вернусь. Хорошо? Да, да, конечно. Носиком припудрю. Майка, а сестра не заходила моя? Да, да, вот только что ушла. Макс, серьезно? Ну, давай завязывай все это клоунадой. Я все равно с тобой никуда не пойду. Майка, какую клоунаду? Ну, про вот эти вот твои переодевания. Майка, какие переодевания? Что у тебя в башке вообще за мысли? Может, ты реально сходишь в церковь? Тебе полезно будет. Ну, слушай, ну что я, дурак, что ли? Не вижу, что ты там переодеваешься, то в сестру, то в себя. И все ты специально придумал, чтобы я с тобой пошел в церковь. Никуда не пойду. Что я придумал? Сестру свою придумал? Ну, я не знаю, ну, не веришь, он дядьку моего спросит. А он, между прочим, сейчас будет баллотироваться на мэра. Целых двух сел. Такие люди, как он, не врут. Да, да, да. И ты прям весь в него пошел, а? Да я серьезно говорю. Целых двух сел. Сейчас как раз оптимизация там какая-то происходит. И вот его выберут сразу, дадут ему типа два села. Вечно ты ни во что не веришь. Ай-яй-яй, Мирча, Мирча, ну, ё-моё. Ну, первый дом на селе. Лицо села, так сказать. А забор то с корней покрасил. Выговор. О, здорово, Петрович. Здорово. Что ты за истерику устроил? Что случилось? Что, зачем ты меня звала? Ой, Василич, а ты что, вообще новости не смотришь? Та, какие новости? У меня последние нервные клетки еще в прошлом году закончились. У меня это два колодца во дворе. Один с водой, другой с корвалолом. Ты когда-то ел борщ на корвалоле? Успокаивает получше, чем компенсация за отопление. Так ладно, ты это с темой не съезжай. Это, что позвал-то? Слышал, что наши власти опять одумали? Что? Школы позакрывали, университеты позакрывали, больницы позакрывали, а сейчас добрались до самого святого. Что, они бар в селе хотят закрыть? Боже, спасибо, не настолько. Господи, ты напугал меня. А что, церковь? Да не, хуже. До мэрии добрались. Подожди, как это до мэрии? В каком смысле? А вот так. Это у них называется оптимизация какая-то непонятная. То есть надо, чтобы не в каждом селе было по мэру, а один мэр на два или даже три села. Вот и позвал тебя, чтобы с тобой по-братски решили, в чьем из наших сел будет мэрия. Так а что тут решать? В моем, конечно. У меня же это, все родственники в мэрии работают. Сын этот помощник, жена секретарь, теща там уборщица. Ты шо, хочешь мою семью без работы все оставить? Ты шо? Так, подожди, Василич. Ты свое вот это вот, полтора дома селом назвать хочешь? У меня будет в мэрии все решено. Давай, не мешай, мне занят. В смысле, шо, значит, занят? У меня в селе, в моем этом мега-селе, есть асфальт, между прочим. Ты вот про этот кусочек несчастный, который от мэрии до своего дома выложил, да? Тоже у меня асфальт. Ну так и нормально. Мой дом, это четырехэтажное здание, единственное в селе. Так сказать, достопримечательность. Люди со всего мира, туристы, будут приезжать и так красивенько по асфальту к моему дому, говорят, вот, смотрите, здесь живет мэр, села, да. Какие туристы, какой мир? Да твоего села даже на карте нету, и они его не найдут, понимаешь? А мое есть, знаешь почему? Потому что у меня в селе я построил дом культуры, понял? Ой, культуры, дом у тебя есть, а культуры в селе нифига нету. Так что мэрия будет у меня в культурном селе. Все, закрыли тему. Что ты мне заливаешь, эй, какая мэрия? У меня будет, знаешь почему? Потому что я у себя в селе сделал освещение, а ты, а? Э, что ты говоришь? То, что ты батюшку позвал, он тебе два раза кордилом помахал, это еще ни о чем не говорит. А у нас по-настоящему исторически просветленная селовая. Знаешь кто у нас родился? Кто? Идал. Не перед Пасхой будет сказано. Юрий Гагарин. Я тебя умоляю, Васильич. Все понятно, почему он первый в космос полетел? Чтоб куда угодно свалить, лишь бы не в твоем задрепанном селе остаться. А у меня вот, между прочим, родилась настоящая звезда современности. Это, как ее? Ну, девочка у нас бегала по селу, любила этих гусей пасти. Леди Гага. Что это ты тут крякаешь, Леди Гага? Еще скажи, скруч Макдак. А у нас селе есть бассейн. Ты про эту лужу огромную, которая уже 20 лет не высыхает. А знаешь, что у меня селе есть? Целый завод, понял? То, что там у тебя вот этот, Петрович, в подвале самогон гонит, это еще не завод. Ну, зря. Знаешь, у него поставки, он пол Европы поет. Все, короче, ты меня достал, этими своими разговорами, упреками. Идем в министерство, и там пускай решают. Где будет мэрия? В моем селе или в твоем задрепанном? Да, да. В моем, конечно. Идем, давай, идем. А я тебе сказал, что мое село выберу. Потому что мое село самое настоящее, европейское, понял? Еврогейское. Если бы я знал, что там будет выбирать его количество жителей с нетрадиционной ориентацией, я бы тебя к себе в село прописал. Шо? Я тут ни при чем. А вообще, хочешь жить, умей крутиться. Завидуй, морщик. Так, кулич есть, яйца в холодильнике, краска там. Что же я за мной? Вино! Я вино забыл купить. Вань, слушай, покрась, пожалуйста, яйца. А я пока быстро в магазин сбегаю, а? Вот сестра твоя придет, вот, на пути красит. Все понятно с тобой. Я прошу прощения, а Макс не приходил? Вы знаете, у нас прям ужасное совпадение. Вы опять разминулись. Да, он в магазин еще раз пошел. Ну, вы присаруйтесь, пожалуйста. Спасибо. Вместе подождем. Заодно посмотрим, сейчас должно начаться выступление Майя Санду. Да, обращение к нации. Вот, посмотрим, обсудим. Если честно, я в политике, ну, совсем не понимаю. Да есть, что она скажет, что скоро вот-вот настанут хорошие времена. Может, лучше чаю попьем? Пойдем чаю, как скажете. Шо у нас по новостям. Может, хоть в коем веке какие-то хорошие новости будут, а? Сегодня, 10 апреля в 19.00, президент Майя Санду выступит с обращением к гражданам Республики Молдова. Да. Не видать нам хороших новостей. Что же, интересно, она такого скажет на этом своем собрании? Может, что увеличат зарплату бюджетникам и поднимут пенсии? Та не. Может, что она уйдет в отставку? Хе-хе-хе. Многие были бы рады то услышать, но вряд ли она такое скажет. Хм. Это что за обращение к нации такое, а? Хм. Так, я видел, вроде, военная техника по Кишиневу ездит. Может, она объявит мобилизацию? Та ну. Тогда через час в этой стране вообще никого не останется, кроме нее. Выборы в Гагаузе отменят? Та ну, ей же все равно на Гагаузе, в принципе. Как я на выборы в целом. Канал, может, еще куда закроет? Та ну, для этого есть комиссия по чрезвычайным ситуациям. Да что гадать-то? Подождем, увидим, что. Смотри. Смотри. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...